МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Здравствуйте! И добро пожаловать на программу «Кто хочет стать миллионером?» Единственное шоу в Британии, куда можно прийти ни с чем, а через час уйти с чеком на 1 миллион фунтов. И, как всегда, у нас 10 кандидатов. Все наши участники были выбраны на собеседованиях, проходивших по всей стране. Итак, знакомьтесь. Боб Холлс из Кенридшира. Зои Уокер из Гемчера. Жеральдин Джеймс из Мит Гламорган. Пол Норинс из Западного Йоркшира. Джун Инс из Большого Манчестера. Эмма Эльдин Джеймс из Кардифа. Мэгги Шепард из Суррея. Эрис Мор из Большого Манчестера. Элэн Джеймс из Горкстершира. И Том Кэррол из Западного Мидланда. Итак, отборочный тур. Кому же первому посчастливится сесть в самое прибыльное место в стране? У нас один вопрос, четыре варианта ответа и всего один верный порядок. Победит тот, кто быстрее всех, верно ответит на вопрос. Полная тишина в студии, не отвлекайте игроков. И вот их первый вопрос. Расставьте этих злодеев в соответствии с их страной происхождения, начиная с Америки и двигаясь на восток. Фу Манчу, Норман Бейтс, Дракула, Билл Сайкс. И камера этого не сняла, но один игрок только что выругался. Итак, вот верный порядок. Начиная с США, Норман Бейтс из фильма «Психо». Затем британец Билл Сайкс. Потом граф Дракула из Трансильвании. А потом с самого востока Фу Манчу. Вот верный порядок. А теперь посмотрим, кто ответил верно. Многие. И кто быстрее? Пол Норинс за 4,12 секунды. Идите, Пол. Вижу, вы довольны с собой? Так и есть, спасибо. Отличная у вас рубашка. Слишком светлая. Хотите секрет на миллион? Да. Я так и думал. Идемте. Итак, первый в нашем кресле сегодня Пол Норинс из города Пантефракт, графства Западной Йоркшир. Пол был разведчиком полезных ископаемых для Бритишкоул и всю жизнь проработал в шахте. Недавно ему предложили выйти на пенсию, и он не смог отказаться. А еще он поет в рок-группе из пяти человек, играющий на благотворительных вечерах. Так что Пол вроде как находится на рок-пенсии. В молодости он встретился глазами на шумной свадьбе друга со своей будущей женой Джули. Они женаты уже 29 лет, и сейчас Джули поддерживает Пола в зале. У них взрослые сын и дочь, но пока совсем нет внуков. Нам есть еще о чем поговорить с Полом, но начнем игру. 12 верных ответов. Все, что нужно, чтобы забрать у меня миллион фунтов. Каждый раз ответ будет на экране перед игроком, а если он попадет в сгруднение, помогут три подсказки. 50 на 50. Звонок другу. Или помощь зала. Пол удачи. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» От тысячи фунтов вас отделяют два вопроса. Два вопроса, ошибевшись в которых, вы уйдете домой ни с чем. Но это вряд ли, ведь у вас есть подсказки. Какое животное иногда называют жеребцом? Овцу, свинью, коня, собаку. Коня-книс. Ответ верный, и у вас 500 фунтов. Итак, Пол, второй вопрос принесет вам несгораемую тысячу фунтов. Как называется документ, дающий право действовать от лица другого человека в финансовых и правовых интересах? Поверенность, заверенность, доверенность, уверенность. Думаю, это доверенность. И у вас тысяча фунтов. Значит, вы солист рок-группы? Да. Прямо серьезный такой? Да, мы играем тяжелый рок. И давно этим занимаетесь? Всего пару лет. Удя на пенсию, я пошел учиться играть на гитаре. Нечем было особо заняться. Я узнал, что группе нужен солист. Тогда я и подумал. И решил сходить на прослушивание. Там я спел две песни, и меня взяли. И все это только ради удовольствия. Все заработанные деньги отдаем местным, благотворительным организациям. Да, молодцы. Ясно. Что ж, скрестим пальцы, у вас несгораемая тысяча. Вы в десяти шагах от миллиона. И не потратили ни одной подсказки. А сейчас третий вопрос на две тысячи. Какое американское движение протеста 60-х взяло песню «Мы победим» в качестве своего гимна? Гражданские права, профсоюзы, демократическая партия, дочери Америки. Думаю, гражданские права. Ответите? Да, отвечу. Ответ окончательный? Да, окончательный. Ответ верный. У вас две тысячи фунтов. Как вам Понтефракт? Милый торговый городок. Там всегда пахнет вкусненьким. Да. Так только говорят или правда? Правда пахнет. Он был и остается центром производства сладостей, особенно понтефрактских пирогов. И порой едешь по утреннему городу и чувствуешь запах пирогов. Чудесно? Просто чудесно. Ясно. У вас есть несгораемая сумма и все три подсказки. А сейчас четвертый вопрос на пять тысяч фунтов. Какую часть растения кардамон используют как специю? Листья, цветы, стебель, семена. Кажется, я его даже пробовал. Думаю, семена. С чего вы решили, что пробовали? Я люблю карри. И когда мы его заказываем, жена иногда говорит, ой, кардамон попался. Она его не любит и выплевывает. Так что я думаю, это семена. Ответ окончательный? Да, окончательный. Только потому, что жена их выплевывает, когда ест? Да. Ответ верный. У вас пять тысяч. Пятый вопрос стоит десять тысяч. Ставки растут, но, предупреждаю, можно много потерять. Вы можете проиграть четыре тысячи фунтов. Но вы еще не трогали подсказки. Вы можете удвоить выигрыш. Итак, пятый вопрос. Кто был капитаном европейской команды на Кубке Райдера 2006 года? Колин Монгомери, Сэнди Лайл, Эймон Дарси, Иен Вузнам. Я не особенно разбираюсь в гольфе. Так что, думаю, я попрошу помощь зала. Ладно. Что ж, зал, игрок взял первую подсказку. Вот ваш вопрос. Кто был капитаном европейской команды на Кубке Райдера 2006 года? Вопрос стоит десять тысяч. А на пультах Колин Монгомери, Б. Сэнди Лайл, С. Эймон Дарси, Д. Иен Вузнам. Голосой. 57% за Вузнама, 32% за Монти, 9% за Сэнди Лайла и 2% за Дарси. Да уж. Ну, что думаете? Как я и сказал, я не очень разбираюсь в гольфе. Но я склоняюсь к Вузнаму. Да и проценты приличные. Так что, я поверю залу и отвечу Ян Вузнам. Ответ окончательный? Окончательный. Могу сказать, что Джули думает ответ С. Она ответила как 2% зала. А 32% думали, это Монти. Они ошиблись. А 57% были правы, и у вас 10 тысяч. Спасибо. Итак, у вас 10 тысяч фунтов, а шестой вопрос стоит 20 тысяч, и у вас есть две подсказки. Шестой вопрос, который стоит 20 тысяч фунтов. В каком графстве находится курорт Илфракомп? Соммерсет, Девон, Дорсет, Гемпшир. Так, кажется, я был там в детстве. Но где вы были? Где-то на юге. Так. Илфракомп. То ли Девон, то ли Соммерсет. Точно не Дорсет. И вряд ли Гемпшир. Илфракомп. Можно взять 50 на 50? Можно. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив полу один верный и один неверный. В каком графстве находится курорт Илфракомп? У вас 10 тысяч, один ответ принесет еще 10, второй отнимет 9. Думаю, пора звонить другу. Кто может знать? Дайана. Кто она? Мы вместе играем в поп-квизы. Она хорошо в них играет, так что, думаю, она знает ответ. Она в Йоркшире? Да, в Литте. Дайана. Алло. Дайана. Алло. Здравствуйте, это Крис Таррент. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Вы помните, как сказали Полу Новинцу, да, я буду твоим звонком другу, если будешь играть в «Кто хочет стать миллионером». Да, помню. Вот и настал момент. Есть хорошая новость. Он взял 50 на 50, так что вариантов ответа всего два. Один верный, а второй нет. Он думает, вы знаете ответ. Вопрос стоит 20 тысяч. Все ясно? Ясно. Дело серьезное. Сейчас вы услышите Пола. Он задаст вопрос и даст варианты ответа. Ясно. Итак, 30 секунд, Пол, удача и время. В каком графстве находится курорт Илфракомп? Сомерсет или Девон? Он в Девоне, Пол. Девон. Я уверена на 100%. На 100%? Уверена он в Девоне. Девон. Да. Я тоже к этому склонялся. Да. Спасибо, Девин. Не за что, Пол. Вроде знает. Даже уверена. Ответите? Да, конечно, я отвечу. Девон. Ответ окончательный? Окончательный. Отличный звонок. У вас 20 тысяч фунтов. Итак, хорошая новость и плохая. У вас 20 тысяч, но плохо не осталось подсказок. Вы в одном шаге от второй несгораемой суммы, и если верно ответите на следующий вопрос, то вы заберете в Понтефракт как минимум 50 тысяч фунтов. Но вы можете потерять 19, если ошибетесь в ответе. Как зовут доктора Хауса, персонажа американского сериала, которого играет Хью Лори? Эдгар, Фредерик, Грегори, Генри. Почему улыбаетесь? Я обожаю этот сериал. Обожаю. Мы с женой постоянно его смотрим. А если не можем, всегда записываем. Думаю, я знаю ответ. Его зовут Грегори. Грегори Хаус? Верно. Грегори Хаус. Грегори, ответ окончательный? Ответ окончательный. Вы выиграли 50 тысяч фунтов. Спасибо, Крис. Не за что. 50 тысяч фунтов. Как минимум. 50 тысяч фунтов. Несгораемая минимальная сумма, которую вы сегодня заберете. Смотрите. Вот ваши 50 тысяч. Что? Не хочу это трогать. Так, посмотрю. Но придется потрогать, если понесете его в банк. Да, знаю, но пусть пока полежит у вас, на всякий случай. Ладно. Потом возьму с вас процент захоронения. Как настроение? Думаю, и так все ясно. Горасплечь. Я именно эту сумму хотел выиграть. И вот, выиграл. Да. Но можно выиграть больше. Отвечать можно спокойно, ведь вы ничего не потеряете. У вас уже несгораемая сумма. Следующий вопрос стоит 75 тысяч. Ну, а потом, кто знает. У вас нет подсказок, это плохо. Но у вас 50 тысяч, это хорошо. А сейчас восьмой вопрос на 75 тысяч фунтов. Можете спокойно отвечать. В каком из этих домов, когда ты жил, Чарльз Диккенс? Дов Коттедж. Дом Гэтс Хилл. Пастарат Хавард. Байтманс. Точно не Пастарат Хавард. И вряд ли Дов Коттедж. Потому что, по-моему, это либо дом Гэтс Хилл, либо Байтманс. У меня два варианта. Попробую выбрать один. Я не склоняюсь ни к одному из них, но... Дом Гэтс Хилл. А здесь окончательный? Да, окончательный. Дом Гэтс Хилл. А почему не Байтманс? Звучит в его стиле? Не знаю, я просто выбрал ответ. А вам не кажется, что Байтманс как-то ближе к Диккенсу? Вполне возможно. Не знаю. Нет, невозможно. Ответ дом Гэтс Хилл. Вы выиграли 75 тысяч. Спасибо. Как вы угадали? Не знаю, совсем не знаю. Отлично, Полно Винс. Ну, как теперь настроение? Гораздо лучше, чем раньше. Боже. Невероятно. Что ж, вот ваш выигрыш. 75 тысяч фунтов. Но мы их вам не дадим. Ладно. Нет, это ваши деньги. Можете их забрать. У вас 50 несгораемых тысяч, а забрать можете 75. А вот девятый вопрос из возможных 12, который стоит 150 тысяч фунтов. В каком из этих фильмов звучал знаменитый второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Красные туфли. Римские каникулы. Короткая встреча. Касабланка. Нет, я совру, если скажу, что знаю ответ. Так что пора освободить место, забрать деньги и дать шанс поиграть другим людям. Уверены? Да, уверен. Я просто не знаю ответ. И даже не догадываюсь. Все, берете деньги? Да, я беру деньги, Трис. Я решил. Аплодисменты, Полу, он забирает 75 тысяч фунтов. Неплохо, да? Я счастлив. Счастлив. Отлично сыграли. Держите. Уже можно взять. Держите. Вот так, друг. Большое спасибо. А теперь интереса. Как бы вы ответили? Вы же играете в поп-квиз. Красные туфли. Хорошо, что не ответили, а то потеряли бы 25 тысяч. Верный ответ. Короткая встреча. Ну что ж. Аплодисменты, Полу, он забирает 75 тысяч фунтов. Итак, у нас 9 человек, умирающих от желания понажимать кнопки, чтобы ответить на наш следующий вопрос. Полная тишина в студии. А вот и их вопрос. Расставьте эти кулинарные термины по алфавиту. Обжаривать. Жарить. Поджаривать. Тушить. Итак, смотрим. У нас 9 кандидатов. И сначала посмотрим верный порядок. Сначала идет жарить. Затем обжаривать. Затем поджаривать. И в конце тушить. Вот верный порядок. Что ж, кто из 9 ответил верно? Не думаю, что все. Смотрим. Вот кто ответил верно. 5, рак, кто быстрее всех? Элэйн Джеймс за 3,35 секунды. Умница. Итак, неспокойны? Да, спокойны. Отлично. Хотите сыграть на миллион? Да. Так узнал. Итак, следующий в нашем кресле Элэйн Джеймс из города Тюксбереграфства Глостышер. Элэйн в этом году была вынуждена уйти с работы инженера-планировщика по состоянию здоровья. И теперь полный день работает матерью-одиночкой для своего 10-летнего сына Себастьяна. Вопреки болезни, она продолжает участвовать в планировке своего города и помогать безграмотным людям. Сегодня за Элэйн болеет ее сестра Анна, которая очень любит деньги. Элэйн и Себастьяну любая сумма будет в радость, а крупный выигрыш принесет финансовую уверенность. Но, чтобы не случилось, Себастьяну точно купят новую фигурку доктора КТО. Это важно. Итак, 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Элэйн, удачи. Спасибо. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Мы уже доходили до девятого вопроса, а теперь вернулись к первому. Вопрос на 500 фунтов. Взгляните и дайте верный ответ. Как называется транспорт, выходящий на трассу «Формулы-1» в случае аварии? Машина охраны, машина безопасности, аварийная машина, машина предупреждения. Я ничего не знаю про «Формулу-1», так что придется мне хорошенько подумать. Я ничего не знаю про «Формулу-1», так что придется мне хорошенько подумать. Ладно. Можете спросить зал, позвонить другу, убрать два варианта. Наверное, я спрошу у зала. Итак, зал, дело серьезное. Вопрос на 500 фунтов, и мы должны дать Элэйн верный ответ. Возьмите пульты, а вот вопрос. Как называется транспорт, выходящий на трассу «Формулы-1» в случае аварии? А на ваших пультах машина охраны, Б машина безопасности, С аварийная машина, Д машина предупреждения. А, Б, С или Д, вопрос на 500 фунтов, голосуем. 75% за машину безопасности, 23% за аварийную машину и 2% за предупреждение. Я отвечу как зал, потому что я совсем ничего не знаю про «Формулу-1». Ответ окончательный? Окончательный. И верный, и у вас 500 фунтов. Да уж, хорошее начало. Я всегда повторяю одно и то же. Вопрос легкий, если знаешь ответ. А если нет, бери подсказку. У вас 500 фунтов и еще две подсказки, а второй вопрос принесет несгораемую тысячу. Послушайте и скажите ответ. Чьи официальные расходы покрывает цивильный лист? Королевы. Архиепископа Йоркского. Секретаря иностранных дел. Главы МИ-5. Думаю, королевы. Ответ окончательный? Окончательный. И верный, у вас 1000 фунтов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, у вас 1000 фунтов и две подсказки. Он хотел фигурку доктора кто? 6,99. Что ж, видимо, теперь он ее точно получит. 6,99 теперь вам по карману. Итак, что ж, у вас 1000 фунтов. А третий вопрос стоит две. У вас еще 50 на 50, и звонок другу. А сейчас вопрос третий. Кто из группы Битлз был сооснователем Ливерпульского института исполнительских искусств? Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Стар. Думаю, Пол Маккартни, потому что, кажется, он очень серьезно занимается Ливерпульским институтом. И уверена, что видела что-то про то, как он принимает там вступительные экзамены. Думаю, это Пол Маккартни. А ты окончательный? Окончательный. Ответ верный, у вас 2000 фунтов. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас четвертый вопрос на 5000 фунтов. И у вас еще две подсказки. Взгляните и скажите, что будем делать. В какой стране находится город Уога-Уога? ЮАР, Кения, Австралия, Канада. В географии я полный ноль. Знаю только Англию. Так что я позвоню другу Крису. Крису? Не вам, конечно же, а моему другу. Конечно, я тут здесь. Ясно. Звоним Крису. Где он? В Тюксбери? Да, он родом из Тюксбери, но сейчас он на семинаре. Но сказал, звони, я брошу все дела. Молодец. Да. Ладно. Алло. Крис? Да. Здравствуйте, это Крис. Здравствуйте. Привет. Какое хорошее имя. Я звоню с передачи «Кто хочет стать миллионером». А с нами тут Элэн играет. Она застряла на одном вопросе, стоящем 5000 фунтов. Ясно. А сейчас вы услышите голос Элэн. Она задаст вопрос, даст варианты ответа, и один из которых стоит 5000 фунтов. Ясно? Я понял. Что ж, Элэн с Крисским пальцем, и ваше время пошло. Крис, в какой стране находится город Уога-Уога? Читается У-О-Га. Уога-Уога. ЮАР, Кения, Австралия, Канада. Думаю, в Австралии, но не уверен. Повтори еще раз. Уога-Уога. В ЮАР, Кении, Австралия, Канаде. Я бы выбрал Австралию, но не уверен. На 100%, прости. Ясно, не переживай. Все равно, спасибо. Надеюсь, выиграешь. Я пришла сюда ни с чем, а заберу как минимум тысячу. А тысячи лучше, чем ничего. Так что я отвечу Австралия. Ответ окончательный. Искрестим пальцы. Окончательный. Искрестим пальцы? Да. Так вы вообще не знаете географию? Нет. Похоже, он тоже. У него высшая по географии. Вот почему он дал верный ответ на вопрос на пять тысяч. Спасибо, Крис. Молодец. Не зря он столько учился в универе. Да, специально учился, чтобы выиграть вам пять тысяч. Это город в Нью-Саут-Лельсе. Название значит «Город, где много ворон». Я запомню. Ну, как вы себя чувствуете? Вы сказали, что здесь совсем не так, как смотреть дома по телеку. Меня сильно ошарашил вопрос на 500 фунтов. Когда я увидела вопрос про Формулу-1, подумала, все. Но я здесь, и это отличный шанс. И я буду стараться изо всех сил. А вы с Себастьяном проводите много времени вместе. И как вы его проводите? Играете в разные викторины? Да. Да. И кто выигрывает? Я выигрываю. Хоть ему всего 10 лет, но я очень азартная. И хоть он и плачет, когда проигрывает, мне наплевать. Мамуля. Я знаю, знаю. Ладно, итак, на данный момент у вас 5000 фунтов. Вполне хватит на новую фигурку доктора Кто за 6,99. Остальную сумму сможете потратить, как захотите. У вас 5000 фунтов. А пятый вопрос стоит 10 тысяч. И у вас осталось 50 на 50. Какой напарник литературного героя также известен, как Дик Грейсон? Доктор Уотсон. Старский. Демси. Робин. Что ж, точно не Старский. И не думаю, что Демси. Мне кажется... Думаю, это Робин. Потому что Брюс Уэйн, Дик Грейсон... Это Робин. А ты окончательный? Окончательный. Вы выиграли 10 тысяч фунтов. А помните, как трудно вам дался первый вопрос? Да. Но вы здесь, и уже выиграли 10 тысяч, которые можно забрать. Итак, новую фигурку доктора Кто. Вы купите для Сэба. А что купите себе? Мне нравится ездить, отдыхать. Куда поедете? Я бы хотела съездить в круиз. И не подумайте плохого. Но в основном потому, что там отличные детские клубы. Чтобы было куда сбагрить ребенка. Когда мы с Сэбом куда-нибудь ездим, мы хорошо проводим время, но сложно круглые сутки смотреть за ребенком. И я хотела бы расслабиться и знать, что с ним все хорошо. Суммой в 10 тысяч вы сможете это себе позволить. Только не проиграйте. Ладно. Если вы ошибетесь, в следующем вопросе проиграете 9 тысяч из ваших 10. Но у вас есть 50 на 50. Следующий вопрос может удвоить ваши деньги. Итак, шестой вопрос и 20 тысяч фунтов. С каким продуктом больше всего ассоциируется имя Рудольф Линд? Хлеб, шоколад, майонез, хлопья на завтрак. Почему улыбаетесь? Потому что люблю шоколад. И думаю, что верный ответ шоколад, потому что шоколадный заяц называется Линд. И я, чтобы попробовать, все их ела. Только вот... Зачем ели? Чтобы Сэп не переедал, я пробую шоколад за него. Замечательная, Мэш? Да уж. Да. А однажды я съела всю голову кролику Линду, а потом так и засунула обратно в яйцо. И сказала сыну, что так и было. Элэйн. Знаю. Ну, вам решать. У вас 10 тысяч. Это шоколад. Ответ окончательный. На что потратите 20 тысяч? Куплю много шоколада. Да. Ответ верный. И у вас 20 тысяч фунтов. Элэйн, все становится серьезней. Вы с трудом выиграли 500 фунтов. Вы могли уйти ни с чем с первого же вопроса. Но сейчас у вас 20 тысяч, и вы можете сыграть на 50 тысяч, если захотите. Не проиграйте ваши деньги, Элэйн. Вы потеряете 19 тысяч, если ошибетесь. Можете взять 50 на 50, или все равно забрать 20 тысяч. Взгляните на вопрос и скажите ваше решение. В какой цивилизации символом жизни был анг? Крест с овалом наверху. В Астагской, Византийской, Спартанской, Египетской. Можно взять 50 на 50? Конечно. Компьютер уберите два неверных варианта, оставив Элэйн один верный и один неверный. Знаете, я видела всякие иероглифы в пещерах. И помню, среди них крест с овалом сверху. И я думаю, это было в Египте, или это связано с ацтеками. Думаю, он египетский. Но я могу потерять кучу денег. 19 тысяч. Символ жизни. В какой цивилизации символом жизни был анг? Крест с овалом наверху. В ацтекской или египетской? Один из ответов принесет 50 тысяч, а второй отнимет 19, если ответите. Но можно не отвечать. Думаю, я возьму 20 тысяч, потому что если я потеряю 19, я просто не смогу вернуться домой. Но мне кажется, это египетский символ. И что-то говорит мне, если я выиграю 50, будет чудесно. Я заберу деньги. Или нет? Я очень хочу сказать египетской. Тысяча фунтов. 20 тысяч фунтов или 50 тысяч фунтов. Какой цивилизацией символом жизни был анг? Крест с овалом наверху. Я забираю деньги, Крис. Ответ окончательный. Ладно, после слов ответ окончательный, решение менять нельзя. Аплодисменты, Элэн Джеймс. Она забирает 20 тысяч фунтов. Элэн, вы уходите домой. Читайте по моим губам. Вы были здесь где-то 20 минут. Сейчас вы зарабатывали деньги со скоростью Дэвида Бекхэма. Вы выиграли 20 тысяч фунтов. Так что жалеть не о чем. Я скажу вам, что верный ответ был египетская цивилизация. Но жалеть не нужно. Знаю. Вот почему я так сказал. Аплодисменты. Она забирает 20 тысяч фунтов. Итак, у нас еще 8 кандидатов, надеющихся выйти к нашему любопытному компьютеру. А вот и их следующий вопрос. Как всегда, прошу, зал не шуметь. А вот и вопрос. Расставьте эти блюда в порядке, в котором их обычно едят за ужином. Кофе, десерт, салат, основное блюдо. Вопрос не из сложных, но надо отвечать быстро, чтобы опередить остальных. Итак, вот верный порядок. Сначала едим салат, потом основное блюдо, затем десерт, а затем мы пьем кофе. Вот верный порядок. Все ли ответили верно? Не думаю. Вот кто ответил верно. Совсем не все, а самая быстрая Мэгги Шепард за 2,58 секунды. А позже Мэгги очень довольна собой. Вы не ожидали сюда выйти, верно? Да. Но вышли. А тут и сыграть на миллион? Да. Конечно. Итак, с нами играет Мэгги Шепард из города Волтон-Он-Тэмс, графство Сурэй. Не попав, как мечтала, в группу Спайс Голдс, Мэгги упорно трудилась и стала директором компании прямых продаж. У нее 9-летний сын Сэмюэл, который, как говорит Мэгги, был бы отличным звонком другу, если бы все наши вопросы писал доктор Кто. Белефис доктора Кто. А в нашем зале за нее болеет подруга Карен, сделавшая себе особую прическу. Мэгги имеет образование футбольного арбитра и фанатично болеет за Челси. Так что хороший выигрыш поможет купить сезонные билеты для нее и Сэмюэлла. Шутки в сторону. 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Мэгги, удачи, и мы начинаем игру Кто хочет стать миллионером? Итак, у нас первый вопрос на 500 фунтов. В какой стране женщин обычно называют фрау? Франция, Польша, Германия, Италия. В Германии, Крис. Верный ответ, у вас 500 фунтов. Второй вопрос гарантирует, что вы вернетесь домой как минимум с 1000 фунтов. Это последний шанс, Мэгги уехать домой ни с чем. Уверен, этого не будет, ведь у вас есть 3 подсказки. Итак, второй вопрос из возможных 12. Имя какого персонажа античной литературы сейчас означает хорошего советника? Гектор, Макерес, Ментор, Орест. Это Ментор, Крис. Уверены? Да. Ответ окончательный? Более чем. Вы выиграли 1000 фунтов. Как настроение, Мэгги? Уже гораздо лучше. Сейчас вы спокойны, но когда только вышли, были ужасно напуганы. Ужасно? Что ж, третий вопрос и 2000 фунтов. В какой части Соединенных Штатов находятся 4 из 8 университетов Лиги Плюща? В Скалистых Горах, Новой Англии, на Тихоокеанском побережье, в провинции Прерий. Вопрос на 2000, у вас 3 подсказки. И я понятия не имею. Совсем. Чего улыбаетесь? Потому что не знаю. Есть одна мысль, но я не уверена, и возьму подсказку. Я хочу позвонить другу. Только не знаю, кому позвонить. Я позвоню Джулиэну. Джулиэну? Джулиэну. Он продает машины, и он муж моей подруги. Продавец машины, муж ее подруги. Идеальный выбор. Он классный. Алло. Джулиэн? Да. При старом, как дела? Здравствуйте. Я звоню с программы «Кто хочет стать миллионером?» Мэгги застряла на одном вопросе на пару тысяч фунтов и говорит, вы знаете ответ, потому что многое знаете. Кроме главного. Точно как мы. Итак, сейчас вы услышите голос Мэгги, она задаст вопрос и даст варианты ответа. Все ясно? Ясно. Итак, скрестим пальцы, у вас 30 секунд время. Джулиэн, в какой части Соединенных Штатов находятся четыре из восьми университетов Лиги Плюща? В Скалистых Горах, Новой Англии, на Тихоокеанском побережье, в провинции Прерий. Был вариант Новой Англии? Да. Я знаю, что там есть Йель, Гарвард, все они в Новой Англии. Я на 75% уверен в ответе. Отлично. Ладно. Спасибо. Пока, дорогая. Пока. Пока. Я думаю, вряд ли в провинции Прерий может быть много университетов. Ну, или в горах, так что я тоже склонялась к ответу Новой Англии. Ответ окончательный? Да. Ответ верный. У вас 2000 фунтов. Взгляните на четвертый вопрос стоимостью 5000. Что можно купить в так называемой шаркутери во Франции? Мясо, хлеб, овощи, торты. Как ваш французский? Средненько. Вот и посмотрим. Сейчас узнаем. Торты, кажется, продают в аппетисери. Хлеб, кажется, в боланжери. Я спрошу у зала. Ладно, они умные. Да. Для того, мы их и держим. Итак, зал, вот вопрос на 5000. Что можно купить в так называемой шаркутери во Франции? Кнопка А. Мясо. Б. Хлеб. С. Овощи. Д. Торты. Голосуем. 82% за мясо, 2% за хлеб, 14% за овощи и 2% за торты. И вы сейчас скажете, я хотела сказать мясо, Крис. Я хотела сказать мясо, Крис. А сейчас? Я скажу мясо, Крис. Ответ окончательный? Окончательный. Ответ верный. У вас 5000 фунтов. На русский язык программа озвучена компанией «Видеофильм» по заказу телекомпании «Стрим» в 2012 году. «Видеофильм» «Видеофильм»